Максимум знаний. Бобруйский медколледж возобновил набор учащихся после девятых классов. Я очень счастлива, что поступила. Какую специальность получают вчерашние школьники? Трагичный поворот. Смертельное ДТП с участием мотоциклиста произошло в Могилёве. На момент задержания мужчина был пьян. Что грозит виновнику? Время твоих побед. БРСМ отмечает день рождения. Наша молодежь дальше двигалась только вперед. Чем удивили молодежь? А также разговор о важном и маршрут перестроен. На одном из городских перекрестков изменилась организация движения. Как не попасть под джезл? Итоги уходящего понедельника подводят наши корреспонденты и я, Юлия Евтушенко. Международный визит и прием главы парламента. Александр Лукашенко начал рабочую неделю с ряда встреч. Первый гость во Дворце независимости – министр общественной безопасности Вьетнама. В диалоге белорусский лидер затронул продолжительную историю взаимоотношений двух народов. Глава государства также поздравил представителя азиатской страны с недавним Днем независимости. Не остался в стороне вопрос международных отношений. У нас и у Вьетнама взгляды похожие. Мы за многополярный мир. И хотим мы этого или нет, многополярный мир состоится. В этой связи, в сильно меняющемся мире, очень сложном мире, неоднозначном мире, вопросы безопасности выходят на первое место. И я очень надеюсь, что ваш визит в Беларусь будет способствовать укреплению наших отношений и в сфере безопасности. В продолжении рабочего дня – разговор с председателем Палаты представителей. С Игорем Сергеенко президент обсудил вопросы законодательной и международной работы, начало второй сессии и жилищные условия депутатов. Не пропустил двухколесного. В ДТП в Могилеве погиб мотоциклист. Трагедия произошла в субботу около 9 часов вечера на пересечении Лазаренко и Бурденко. 44-летний водитель микроавтобуса «Форд» при повороте налево не уступил дорогу мотоциклу «Ямаха». В результате столкновения шофер байка погиб на месте. Виновник аварии скрылся с места происшествия, однако вскоре был задержан правоохранителями. На момент задержания мужчина был пьян. Следователю он пояснил, что употреблял спиртное уже после ДТП. Эта версия будет тщательно проверена в ходе предварительного следствия. Следственным управлением Управления Следственного комитета по Могилевской области возбуждено уголовное дело за нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности смерть человека. За минувшие выходные в области зафиксировано два ДТП с одним погибшим, еще один травмирован. Выявлено 626 нарушений ПДД, содержано 15 пьяных и 27 бесправников. 43 пешехода привлечено к административной ответственности. Только вперед! На оживленном перекрестке изменилась организация дорожного движения. Теперь на одном из самых аварийных участков города, пересечении Минской с проспектом Георгиевским, с крайней левой полосы, ранее обозначенной только влево, можно проехать только прямо. Разметка и знак уже установлены. Для поворота необходимо пересечь главную улицу, доехать по Крылова до разворота. Без привычки водители продолжают совершать привычные маневры, однако со временем новшества должны войти в привычку. Спустя 20 лет Бобруйский медколледж возобновил набор учащихся на основе общего базового образования. Ажиотаж на специальность «Сестринское дело» небывалый. Со счастливчиками, которые преодолели высокую планку, пообщалась Елизавета Липеева. Добро пожаловать вчерашних школьников. Новость о возобновлении набора в медколледж после девяти классов обрадовала. Теперь по специальности «Сестринское дело» обучаются 50 юношей и девушек, как половина на условиях целевой подготовки. Было подано на 50 мест 84 заявления. Мы принимали абитуриентов на основе среднего балла документа об образовании. На условиях целевой подготовки проходной балл составил 7,8. На общих основаниях проходной балл составил 7,9 балла. Поэтому мы приняли достаточно хороших ребят. Я думаю, что вот они уже приступили к занятиям. Вот они показывают хорошие результаты, хорошее знание. В первый год будущие медики будут изучать программу 10-11 классов. Анатомия и физиология, латинский язык, акушерство. Ещё 22 месяца на предметы специального цикла. Я очень счастлива, то, что поступило. Мне здесь всё нравится, предпредаватели шикарные, коллектив хороший. Просто колледж мечты. Я планирую идти дальше в университет. Я мечтаю стать анестезиологом. Я думаю, что колледж поможет мне поступить туда. Все, кто сюда идут, это призвание. Сюда никто не попадает просто так. Это была моя мечта с самого детства. И поэтому я решилась на этот шаг поступить сюда. Всего приёмная компания 2024 распахнула двери для 140 абитуриентов. Общее количество учащихся – 417. С горящими глазами ребята познают азы жизненно важной профессии по двум специальностям – сестринское и лечебное дело. Образовательный процесс в колледже организован с использованием современных симуляционных технологий и оборудования. Это различные манекены, тренажёры, аппаратные комплексы различной степени реалистичности, которые позволяют отработать практические навыки в условиях, максимально приближенных к реальным. Успешное освоение учебной программы обеспечивают высококлассные специалисты. 30 педагогов – весь спектр опыта вкладывают в учащихся ни жалей, ни сил, ни времени. Высшая награда – благодарность и профессионализм выпускников. Когда я сюда поступила, я, наверное, не было ни минуты, чтобы я пожалела о своём решении. Сейчас у меня ещё больше и больше появляется желание продолжать учиться. В будущем я, наверное, всё-таки хочу поступить в медицинский университет. Я уже выбрала специальность – это педиатрия. Что, собственно, я хочу сказать спасибо колледжу, что именно благодаря колледжу я рассмотрела много вариантов, много специальностей. И вот именно педиатрия мне больше всего понравилась, и я хочу развиваться в этой сфере. Для выпускников медицинского колледжа гарантированы первые рабочие места. Большинство дипломированных специалистов распределяют в учреждения здравоохранения Могилёвской области. И качественное образование, словно крылья за спиной, облегчают тернистый путь по карьерной лестнице. Елизавета Липеева, Максим Калинин, Дмитрий Шевцов, Бобруйск, 360. Дело найдётся для каждого. Белорусский республиканский союз молодёжи отметил 22 года с момента образования. В сентябре 2002-го две крупнейшие молодёжные организации, БПСМ и БСМ, сформировали единое, всем знакомые объединения. Выступая перед делегатами объединительного съезда, президент подчеркнул, мощная молодёжная организация должна стать одной из опор нашего общества. И вот уже третье десятилетие союз остаётся неотъемлемой частью общественно-политической и социальной жизни страны. Город Бобруйск объединяет в себе около 8 тысяч членов Белорусского республиканского союза молодёжи. Нам очень важно, чтобы наша молодёжь дальше двигалась только вперёд, чтобы она воплощала свои мечты и цели в реальность. Мы помогаем им добиться всего самого наилучшего. В знаковый день в городском парке культуры и отдыха собрались представители Бобруйских колледжей для участия в трудовой акции «Вместе мы едины». Парни и девушки очистили территорию от опавших веток и мусора. Для членов БРСМ были также организованы тематические площадки. Мы продолжаем исследовать старые дома нашего города. Сразу после новостей смотрите новый выпуск историко-культурного проекта «Старый город». Сегодня прогулка по улице Карла Маркса. В центре внимания дом номер 68. Не пропустите. Это всё из событий к этой минуте. Смотрите нас в интернете и в соцсетях. Мы в эфире каждый будний вечер. Счастливо! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!